В Хабаровске вынесен приговор по громкому делу о взятках на посту ГИБДД глубокий, о расследовании которого мы уже рассказывали в наших выпусках. Факты поборов и деньгами, и в натуральной форме, например, колбасой, попали на скрытую камеру. Шестеро бывших автоинспекторов были признаны виновными, они выплатят штрафы. Впрочем, такое решение суда многие сочли неожиданно мягким. Руслан Бекбулатов с подробностями. Чтобы вынести приговор, судье понадобилось два заседания. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Это значит, подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись содеянным. Впрочем, отпираться не было смысла. Камера стояла внутри поста в течение года, снимала в круглосуточном режиме все происходящее, в том числе преступные действия сотрудников ДПС. Это и стало основным доказательством вины. Пожалуй, самый узнаваемый пейзаж Хабаровска – мост через Амур. Именно тот, который изображен на самой крупной российской банкноте. Ежедневно по нему проезжают тысячи автомобилистов. По курьезному совпадению, пост ДПС, за которым велось скрытое наблюдение, находится именно здесь, вот приблизительно в районе последнего нуля. Пятитысячные купюры они натирали полосатой жезл регулировщика. Подобно продавцам на рынке, ритуалом притягивали выручку. Когда инспектор Алексей Писарец понял, что о его суеверии знают следователи, не справился с чувствами и упал в оморок прямо на построении, на глазах у своих коллег. На шестерых 24 эпизода преступления. Суммы были разные от 500 рублей до 30 тысяч в зависимости от тяжести правонарушения. Это и превышение скорости вождения в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, вопрос решался не только деньгами. На этих кадрах водитель рассчитывается двумя батонами сырокопченой колбасы. Преступление относится к категории тяжких, представляет повышенную общественную опасность. Ввиду того, что направлено против интересов государственной службы, существенным образом дискредитирует правоохранительные органы в глазах общественности. Государственное обвинение просило назначить наказание в виде реального заключения на срок от 3 до 8 лет, как это было в Азбесте Свердловской области. За взятку в 6 тысяч рублей инспекторов приговорили к 2 и 2,5 годам реального заключения. Суд в Хабаровске всех шестерых признал виновными и обошелся мягким наказанием в виде штрафа. Максимальный 1 миллион 300 тысяч рублей. За 20 эпизодов преступления его выплатит Юрий Бутенко. На этом приговоре серия разоблачений хабаровских инспекторов ДПС не заканчивается. В Следственном комитете заявили, в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела в отношении еще как минимум 10 сотрудников.